А человек, который хочет счастья, он всю жизнь будет за ним бежать, и всю жизнь счастье от него будет убегать. Потому что счастье это не что иное, как энергия Бога, которая подчиняется только Ему. И если человек живет правильно, Бог ему дает счастье, сам по своей воле. А если человек живет неправильно, то счастье у него забирают. Вот и все. Вся история и все, что я хотел вам сказать. Поэтому если вы не испытываете счастья, то только по одной причине, что вы слишком его сильно хотите. Поэтому в песне поется «Оставь свои заботы, падения и взлеты, пойми, что эта жизнь не детская игра, а если с другом худо, не уповай на чудо, спеши к нему, всегда идти дорогою добра». А первый куплет этой песни, самый главный, он говорится, спроси у жизни строгой, «Какой идти дорогой? Куда по свету белому отправиться с утра? Иди за Богом следом, хоть этот пункт неведом. Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра». Песни поется за солнцем, потому что это иносказательно. Понимаете, часто могут люди даже не понять, что значит за Богом. Но веды сравнивают Бога с солнцем, а душу с искоркой, с маленькой. Когда душа летит от солнца, она гаснет, но она летит к своим заботам, она летит к тому, что видит, что счастье, она думает, что счастье – это и есть мои заботы. Вот то, что мне положено в жизни, если я это получу, я буду счастлив. И забывая про Бога, душа гаснет, гаснет, она в результате становится больной, потому что контакта с природой нет, от Бога дает природу человеку. Она становится асоциальной, несчастной, потому что она не может общаться с людьми, у ней сил нет. И она становится обесточенной, хорошей судьбой, неудачливой, потому что нет контакта с Богом. Три силы Бога – это природа, люди и храм, вера. Человек, не имея контактов с этим совсем, он становится жутко несчастным. И когда человек бросает все свои заботы, думает, да ничего мне не надо, и он направляется к Богу, назад к солнцу, искорка начинает лететь, что с ней происходит. Чем ближе к солнцу, тем что получает, больше она начинает гореть, сиять. В результате того, что она сияет, она получает назад здоровье, людей и удачу в жизни. Но единственная цена заключается в том, что она должна быть хотя бы чуть-чуть, хотя бы иногда отвлекаться от своих забот. Если душа отвлекается ради здоровья, и думает, ну все, 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 побежала. Ой, нет, не беги, не надо, ты что же, это же нельзя так долго бегать. Это же развалишься вообще, заставляй себя так много не есть. Нельзя так долго бегать, ему внутри душе говорили. Она говорит, нет, я бегу. И она бежит, бежит аккуратно, и у нее здоровье все больше и больше остается. Она стоит, стоит неподвижно, у нее здоровье все больше, она не ест и не ест, у нее здоровье все больше становится. И у нее появляется сила общаться со всеми, жить, потому что она наполнилась. Теперь она говорит, я хочу что-то кому-то сделать хорошее. И мой внутренний голос говорит, да зачем тебе, не надо тебе делать ничего хорошего. Ты же и так нуждаешься сам, для себя что-нибудь сделай хорошее. А душа говорит, нет, я пошла делать хорошее. И начала делать хорошее. А внутренний голос говорит, ты слишком много уже сделала хорошее, останавливайся. Она говорит, нет, я хочу еще больше сделать. Бунтует душа против внутреннего голоса. И тогда эта душа получает удачу в своей жизни. Она потом через какое-то время, сначала идут испытания. Сначала, что происходит с такой душой, которая вообще к солнцу повернулась. Самое первое испытание такое. Ей все говорят, ты что, дура что ли? Это секта. Ну куда бы она к солнцу ни пошла, неважно там в этой вере или в той. Ну вот не имеет значения. Но если она к солнцу повернулась и начала о Боге думать, молиться, ей все вокруг говорят, ты что? Это секта. И все, что с улучшением жизни связано, люди страшно всего этого боятся. Вот допустим, если яблоки, они не связаны никак с изменением судьбы. Если человек яблоки не ест, никто на это не обращает внимания. Но если человеку, не дай Бог, бросить мясо, которое связано с улучшением судьбы, тут же все говорят, да ты что? Без мяса невозможно жить, да ты что? Хотя уже куча диссертаций написана, просто куча на том, что мясо является пищей, самой вредной для здоровья на Земле. И больше того, является главным канцерогеном. Уже и миллион человек в исследовании участвовало в Китае. И доказали, что мясо является главным канцерогеном. И все равно врачи не хотят это признавать, участковые, потому что они сами мясо любят. И как они могут сказать, что это вредный продукт, если они сильно к нему привязаны? Понимаете? Все в один голос, мясо бросишь, все, здоровья не будет, аминокислот. Какой-то дурак просто это сказал, потому что он еще пока не знал, как это исследовать вообще, искать аминокислоты в этих овощах и фруктах. Представляете, это было где-то в 50-е годы. Человек просто не умел их оттуда добывать, и поэтому сказал, вот этих аминокислот в этих продуктах нет. Замечательно, все так сильно поверили, что до сих пор, понимаете, потом в 69-м году уже сказали, все, есть эти аминокислоты в этих овощах продуктах, все нормально, без мяса можно жить. И до сих пор люди верят, что в мясе есть незаменимые какие-то аминокислоты. Только по той причине, что им сильно хочется есть мясо, и все. Больше нет никакой причины, понимаете, в этом. Так ведь тысяча примеров, когда без мяса люди, люди истощаются, анемия возникает. Хорошо, замечательно. Мы взяли в Омске, все врачи-вегетарианцы, просто там много у меня знакомых, вообще не врачи, все сдали кровь. У нас кровь специально на гемоглобин, чтобы проверить. Ну, действительно, может, у тех, кто не ест мясо, нише гемоглобин. Ну, вот все взяли и сдали. У всех гемоглобин оказался выше нормы, у всех до одного. Ну, откуда это ахинея, что человек не ест мясо, и у него будет падать гемоглобин? Ну, что за, откуда взялась эта ахинея? Я не знаю. Это просто какой-то бред. Потому что правда совсем другая. Человек бросает есть мясо и становится и здоровее, и лучше. Но в тот момент, когда он отказался от мяса, где-то полгодика, у него происходит перестройка организма. Вот любую пищу начните новую есть, это произойдет. Потому что организм не может сразу понять эту пищу. Ему нужно время, чтобы разобраться, перестроиться. И вот в это время как раз ему немножко плоховато. Все говорят, ну вот, видишь, ты загибаешься без мяса. Точно так же я, когда начал бегать, ну, чтобы организм для того, чтобы бегать, нужно перестроиться. У меня то одно колеет, то другое, то то заболеет, то все. И все говорят, ну все, ты загибаешься, скоро коллегой станешь. А я им не поверил. И сейчас вот пробежал 18 километров вчера. И вообще ничего не болело. И не болит. Понимаете, хотя в жизни, даже в детстве, когда я спортом занимался, я столько не бегал. И один раз в жизни только пробежал там 12 или 13 километров. И думаю, как можно больше пробежать. Это нереально. Мне было где-то лет 14, и я прямо самбо занимался на полную катушку. То есть у меня там олимпийские резервы, там серьезная была секция. Мы там кросс, как побежали. И я на 12 километров язык высунул. Думаю, все, я не могу больше остановиться, не смог дальше. А сейчас 18, ни в одном глазу. Но я уже в 4 раза старше, понимаете? Таким образом, все, что связано с победой над судьбой, вызовет жуткий протест у ваших близких людей. Вот все, 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 все. Допустим, святая вода. Не дай Бог вам принести домой святую воду и сказать, святая вода, все, оп, что такое? Даже если это ваша вера. Народ сразу возбухнет, если они не перешагнули эту черту, понимаете? Не дай Бог вам, ну ладно, вы говорите, я меньше пью. Ну, все, ну, хорошо, меньше пей. Но если вы скажете, я не пью, то я скажу, а-а-а, ты что, дурак что-то, как я не пью, ну что это вообще? Как будто это так вот сильно надо человеку пить вообще. Прям вот сильная потребность. Я вот не пью всю жизнь вообще, никогда не пил. И не чувствую, что вот я прям такой какой-то несчастный человек. Я когда одному человеку сказал, вот, я говорю, я не пью, не курю, мясо не ем, жене не изменяю. Он смотрел на меня так внимательно, ну, искренний человек. И говорит, зачем тогда вообще жить? Он так искренне говорит, зачем тогда жить вообще? Что ты делаешь тогда? И этот человек, между прочим, доктор медицинских наук и занимает очень высокое положение в обществе. Я даже не буду говорить, какое. Ну, он как бы такой знакомый мой. На самом деле, он сейчас уже хочет и мясо бросить, и все. То есть, он все понял. Но тогда он очень сильно удивился. Он такой искренний человек, такой пытливый. Он такой, ну, а что тогда делать вообще в жизни? Он так удивился. Ну, зачем тогда жить? Так очень удивился. Такой жизнерадостный такой. Оказывается, вот для чего человек живет. Ну, на самом деле, есть тысячу раз больше счастья, чем просто мясо или измена жене, или выпить, понимаете? Тысячу раз больше счастья. У меня есть один знакомый, начал слушать лекции. Он сам на Украине в правительство вхож. Ну, то есть, ну, как бы в правительственных кругах. И он мне рассказывал, как его друзья, они сильно удивились, когда они решили пойти в баню. И там девочки, как бы, тоже договорились, чтобы девочки были. Ну, сами понимаете, зачем. Вот. И, как бы, он говорит, а я, говорит, без девочек хочу, баню. Он говорит, ты что, дурак, что ли? Если пока есть возможность, давай, как бы, такая возможность с девочками, ты без девочек. И они очень сильно удивились. Потом один из этих друзей, от него зависела очень многомиллионная сделка, да? И тот, этот друг, говорит, давай, говорит, вот это все смастерим, как бы, слукавим. И потом поделим эти деньги. У нас столько денег будет. И он говорит, я согласен. Этот человек, который, вот, со мной общался. Не то, что он на моих лекциях такой стал, он вообще просто такой человек сам по себе. Очень чистый, возвышенный, верующий очень глубоко. Он говорит, я согласен, но только я тебе даю один день подумать, и ты мне, когда подумаешь, скажи, куда ты хочешь потратить все эти деньги? Ну, вот, если ты действительно, как бы, сможешь это все потратить на какие-то, ну, цели хорошие, я тогда согласен. Ну, ты мне должен рассказать это, вот, куда, зачем тебе столько денег? Вот, что конкретно ты хочешь сделать? А там, понимаете, серьезные люди. Если сказал, значит, надо делать. И он просто не пришел к нему на следующий день, представляете? Он не пришел, потому что, вот, ну, нет на что ему эти деньги, столько денег тратить. Ну, не на что, понимаете? Даже если он будет и сам есть, и кормить всю свою семью, там, и все. Ему в 10 раз меньше надо на всю жизнь, а может быть и в тысячу. Чтобы просто каждый день тоненький кусок хлеба с толстым слоем черной икры. Понимаете? Ну, просто, вот, некуда столько денег тратить. Человек ради этого готов нарушить законы, просто, понимаете, рисковать своей репутацией, своей судьбой, своей жизнью. Просто это же просто безумие. Ради чего вот люди направляют свою вот жизнь, которая на самом деле принадлежит Богу. И потом он этих своих друзей начал менять, он начал давать им лекции. И разок, он мне говорит, пойдем в баню. Я говорю, пойдем. Мы с ним в баню любили париться вместе. И он, ну, приходит в баню, и там сидят еще мужики такие. Я говорю, а он говорит, не волнуйся, все нормально. И он говорит, это Олег Геннадьевич. Мы своим друзьям этим высокопоставлены. Они говорят, Олег Геннадьевич, лекции супер. Начали со мной общаться в бане на тему лекции. Все люди стремятся к знанию, все люди стремятся к знанию, и все хотят быть счастливыми. И надо просто понять цель человеческой жизни. Когда человек становится счастливым, как ему правильно жить. Надо во всем этом разобраться и просто потихонечку, потихонечку двигаться туда. Потому что препятствия будут обязательно. Потому что весь этот мир, он направлен не на счастье, а на Бога. Поэтому все и страдают вокруг. Смотрите, 80% разводов. Поголовно все люди больные. Это что, вы думаете, так человек должен жить? Он что, должен быть больным, что ли? Да нет. Человеку вообще так устроено, тело человека, что он может быть здоровым всю жизнь. И потом раз, буквально за несколько месяцев состарится и умереть. Так вот устроено в нашем организме все, что всю жизнь может быть здоровым, умереть. Просто там здоровенький помрет. Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Вот так все это устроено. И человек может любое страдание победить в своей жизни, ну, своей внутренней силой. Но просто вопрос силы. Можно ли жену вернуть? Да легко. Но вопрос силы внутренней. Просто если ее нет, надо тогда стремиться. Не смог, не получилось. Живи дальше, развивайся. Потому что потом ты сможешь. И тогда тебе не надо будет уже корить свою судьбу, свою жизнь, что ты там ошибку какую-то совершил. Просто развейся как личность, стать сильным. И этот путь, который я вам описал, он, это путь против течения. Понимаете? То есть вас никто не поймет. Никто не оценит сразу. Но потом вы увидите, что все за вами будут идти, все эти люди. Вот все люди, которые меня осуждали, когда я встал на этот путь, они все сейчас идут за мной. Никто не отвернулся, никто не сказал это неправильно. Все повернулись наоборот и все начали так жить. Но сначала будут испытания. Обязательно будут у всех. Родители будут, ну как бы, испугаются первыми. Моя мать вообще решила, что я с ума сошел. Она меня к психиатру даже отвела. И так далее. Я рассказывал много раз эту историю. Но потом она признала, что это ошибка. И сама сейчас развивается работать над собой. Продолжение следует...